сразу когда принимал на приемке его разобрал и там сказали не не заливали я вот сразу показал да да вот тут залито народ всем привет у нас macbook air 13 модель по 13 69 2010 года ну то есть первый макбук который пошел данном корпусе вот второе поколение называется так пришел с проблемой был залит ну то есть клавиатура очень сильно хрустит сразу его разобрали сейчас я покажу то есть получается местами на плату где-то жидкость попала где-то не попала часть попала на клавиатуру ну естественно он перестал включаться вот хотя все напряжение уже на приемке пробежался тестером вроде как бы есть но что нам остается только помыть помыть корпус чтобы оживить клавиатуру но то есть вдруг оживет это будет хорошо нет так придется ее тогда меняет ну и соответственно оживить материнскую плату сейчас поближе покажу как выяснилось владелец отдавал macbook детям но и скорее всего на него что-то пролили и не сказали вот плата вот следы потеки залить ее то есть протекло частично попала на батарею вот батарея возможно живая потому что но то есть она была защищена его накопители создает индикатор горит ну то есть не на кнопку включения не запуска пинцетом с платы он не реагирует вот поэтому сейчас будем разбирать и мыть плату на всякий случай и мыть корпус то теперь давайте вас в бадим отличных деталей выкручиваем ты динамика берем лопатку готова вот следующие тоже самое лопаточки готова все и выкручиваем его power board уже убираем нам нужно подготовить наш корпус пости рожкам выкручиваем по одному точнее оставляем по одному винту по 2 выкручиваем чтобы снять дисплей выбираем дисплей в сторону отверткой т8 все у нас корпус готов теперь нужно будет снять радиатор охлаждения нашей материнской платы тоже аккуратно все выкручиваем паста заводская ранее не менялась сразу все мы очистим подготовим почистим снимаем и вайфай модуль убираем сторону готова все мы разобрали остальное в общем у нас плата корпус всего отправляется на помойку нет нет смысле не на на помыть в раковину выкидывать мы не будем чтобы диагностировать в любой непонятной ситуации мы начинаем быть плату и корпус так как у нас все было залито даже тщательно и плата при этом не стартовала то есть я пытался запустить она ни в какую берем моющее средство афере лучше все конечно яблочный и средней жесткости зубную щетку и промываем тщательно всю материнскую плату под проточной гордой водой у нас кстати в кране течет хорошая гордая алматинская вода прям самого мендео там у нас есть водохранилище так все и промываем наш корпус к использую также ферри все тщательно промываем иногда это помогает но иногда это не помогает поэтому в результат будет далее потому что воздали до диагностику и сказали починить и только после того как бы все по бою по суше привет даду с недельку мы уже можем приступать к диагностике вот приятнее конечно работает когда плата вся чистенькая и не залитая все теперь это все тело мы полоскаем и на сушку это не бардак это импровизации давайте быстренько соберем дашь бакбук прикручиваем дисплей как положено вставляем металлические вставки и закручиваем уже можно сразу все виды закрутить то не до конца потому что нужно будет оцентровать дисплей по уровню корпуса еще та еще задача но нужно сделать все центрую право лево чтобы ничего не впирала и не выпирала и все зафиксировали готова затем далее с пластикового пакета достаем остальные запчасти берем уже засушенный даже забуховаренный пауэрборд прикручиваем прикручиваем материнскую плату фиксируем на кстати термопасту нужно будет свежую так как там у ранее завода даже не менялись за как люди работали вот так здесь я поближе потому что пришло время блять трюп остаток термопасту хорошую артиковых с 4 и можно прям аккуратно на кристалле и обязательно перемешать если слишком много то лишнее убрать либо оставить на лопатке все готово кладем сверху радиатор охлаждения с резиночкой не забываем про резиночку просовываем из-под низу используя боковой пинцет также вентилятор я уже скорее всего за кадром почистила лопасти смазал его ротор и он уже готов вот теперь закручиваем все виды как было желательно по диагонали что до штрафа сообщение вылезла и чтобы не сколоть кристалл все подключаю нашим вентилятор также нужно будет доставить недостающие динамики колонки подключить все это дело подсоединяем подсоединяем шлейф почти готовый докручивая остальные винты постоянно память помню где какой должен быть что откуда выкрутим не забывайте вовремя обслуживать свои любимые бакбуки чистить от пыли видят на них термопасту своевременно ну хотя бы один раз в год со дня покупки до учитывая что наша резко континентальный климат все цепляем наши динамики уже почти готово все сейчас я докручиваю остатки винтов вставляем вай фай модуль тут же подстегиваю при помощи бокового пинцета от компании с угол возвращаем шлейф клавиатуры то есть он же шлейф трекпаду через него же подключаясь клавиатура возвращая в наш ссд-шник и прикручиваю батарею до центральной винт а теперь пришло время первого старта сейчас попробуем просто первый старт я все собрал все подключил подаем питание у нас постирался отмылся все хорошо он перешел заряд включаем так пока не слышу что непонятно включился или нет надо это подключить подключить тесто нет он не включен и ну ка нет реакции так попробуем сбросить сбросы smc нету соответственно клавиатура замыкает так что будем с платы тогда запускать хорошо и не закрутил нижнюю крышку давайте сейчас при помощи пинцета запустим его с платы с платы пошел старт вот даже есть картинка ну на даже вторе 90 процентов заряжен а у она к со спящим глубоком спящим режиме был после залить и долгое время так и пролежал так ну давайте тогда загрузимся так вот смотрите если кнопку включения нажать кнопка включения не работает то есть не отрубается ну вот клавиатура под замену тогда сделаем перезагрузить что кнопку не нажимать и будем удерживать кнопку alt конечно если оживет хотя клавиатура чувствуя что пойдет под замену стартуем удерживаем с правой стороны нет реакции все клавиатура значит не работает хотя все подключено видимо она уже не пережила поэтому что мы делаем мы подключаем чтобы все работало как следует так он загрузился пока со внутреннего диска не будем прерывать час подождем ну давай 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 долгая загрузка долгая долгая так все делаю это до перезагрузку загрузку и уже загрузимся со внешнему так перезагрузить перезагрузить и уже тогда со внешней клавиатуре юсби буду удерживать alt но если клава замыкает то он может также начать загрузку при старте и не дать выбор дисков давайте посмотрим что там у нас видите он не дал до клавиатура замыкает все попробуем тогда отстегнуть клавиатуру и уже так загрузиться со внешне ну а теперь я загрузился для проверки батарея удаст 53 емкость ну то есть подустал 1256 циклов перезарядки что касается ssd smart живой но у него есть ошибки 11000 часов наработки есть ошибки чтения записи это уже не очень хорошо то есть скорее всего система будет глючить возможно даже завязать зависать каких-то режимах продолжаем наше тестирование один динамик не работает вот этот здесь тишина а он еще редкий у меня есть от 1466 а здесь только одно отверстие вот под винт нет отверстие так что вот такие дела и поднес я сюда магнит и он спящий режим пошел от этого динамика так ну-ка 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 выходи из пищевого выходи из пищевого да конечно клавиатура же отключена но так вот и работаем контур продолжаем запись так и туда отстегиваю вот этот коннектор просто для проверки подальше магнитом тут он спящий не перешел просто подкидываем на горячий таком случае здесь еще потребуется замена динамика помимо клавиатуры ладно тогда попробуем дальше сейчас я буду с тест тулом проверять тест тулом точнее не ты стулом а ты что заходим сюда репорт здесь уже очищен и все запускаем тесты и пусть он открываем также настройки звука и смотрим что у нас микрофон работает видите индикация есть итак он прошел все тесты все тесты пасы 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 то есть мы выяснили что у нас не работает этот динамик не работает клавиатура что нам еще осталось а звук мы проверили батарею на половину уставшие но в принципе какое-то время и так жить можно и на ее замене можно показ экономить что там еще у нас у нас осталось не проверено камера давайте запустим камеру блям просто убедиться чтобы она работала так камера работает мутное изображение но работает вот полчаса прошло не рубится то есть проходит 74 75 градусов температура держится фпс сильно не просел хотя все на минималках стоит но в принципе держится вентилятор на полных оборотах охлаждения справляется все то есть в результате что мы имеем нужно будет менять клавиатуру нужно будет менять динамик ну и потом как-нибудь когда устанет уже заменить батарею вот и результаты по результату диагностики бы выяснилось нам нужно менять один динамик акустический и менять клавиатуру да и также в ближайшем времени когда батарея совсем устанет поверять батарею также благодарю вас за регулярные донаты в поддержку канала тем самым вы мотивируете снимать вам видео